И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine. Ну а перед началом нового путешествия хотелось бы, как всегда, сказать огромное спасибо всем спонсорам на нашем канале за месячную подписку. Спасибо, друзья! Ну и как я говорил, то что наши новые путешествия теперь будут начинаться в самых грандиозных и неизвестных звездных системах. А также вот в таких системах, как вы можете видеть, это черная дыра. Многим могло сейчас показаться, что это система Гаргантюа из фильма Интерстеллар. Но мы делали на нее два обзора. И это еще одна интереснейшая система. Давайте я вам ее покажу. Система под названием Анубис. Эта черная дыра находится рядом с галактикой, с мини-галактикой М110, с галактикой Андромеда М31. Вон там, на фоне, маленькая наша галактика Млечный Путь вдалеке. А вот здесь, с краю, галактика Андромеда. Чем хороша эта система и интересна, сейчас я вам попробую все объяснить в подробностях. Наш космонавт. Кто-то говорил Семенович, кто-то Петрович. Короче, Петрович. Петрович, тебе реально сейчас не повезло. Тебя, ох, дружище, а зря ты сюда прилетел. Черная дыра. Расщепит тебя на молекула. Ну и, конечно же, хотелось бы перед началом сказать огромное спасибо Мододелам под ником Монтаж. Все ссылочки на их системы будут в описании. Можете перейти прямо сейчас, нажать левой кнопочкой мыши и подписаться на моды. Так, ну что же, начинаем. Много болтовни, мало дела. Давайте посмотрим. Значит, система Анубис, как я вам говорил. Так, черная дыра. И у этой черной дыры имеются две планеты с жизнью. Давайте посмотрим. Система состоит из двух звезд. Звезда Ра, звезда Сутех. И, кстати говоря, все планеты, а также звезды родительские, названы в честь греческих богов. Я так понимаю. Анубис это был какой-то страшный и злой бог? Не знаю. В общем, ладно. Смотрите. Звезда Ра. Углеродная звезда. Так. Значит, светимость 59.238. Температура по Цельсию 3.600-3.500. У нее имеются также четыре планеты. Это планета Апедемак. Умеренная пустынная Терра. Планета Апис. Теплый Супер Нептун. Планета Инеат. Холодный Мини-Юпитер. И планета Бастет. Холодная пустынная Супер Карбония. Давайте посмотрим первую планету. Потом вернемся к планетам, на которых есть жизнь. Умеренная пустынная Терра. На планете вроде бы как имеется вода. Но нету, к сожалению, кислорода. Температура на поверхности 45 градусов по Цельсию. Жалко, конечно, что нету описания. Планета Инет. Холодный Мини-Юпитер. Но самое интересное, что в этой системе можно посмотреть, это то, что... Ого, подождите. Посмотрите, какие кольца. Маленькое кольцо. Ну, я не знаю. Наверное, от края планеты. Завание колец. Ну, наверное, тысячи... Сколько? Тысяч пять, наверное, всего расстояния. Да, примерно так. Примерно так. Посмотрите, какие кольца. То есть... Маленькие кольца. И на расстоянии еще, наверное... Ста тысяч километров... Кольцо идет пошире немножко. Так вот, о чем я? Самое интересное, это то, что с этих... Со всех планет открываются шикарнейшие виды. Наишикарнейшие виды, я бы сказал, на саму систему Анубис. То есть мы на ночном небе, на дневном небе, можем видеть черную дыру. Посмотрите. Вот она, черная дыра Анубис. Так, ну, я думаю, что, наверное, с этой звездной системы нам нужно улететь. И перелететь к системе Сутех. Давайте посмотрим, что у нее интересного. То, что здесь есть, это планета Хаурум. Самое интересное, что жизнь на этой планете полностью идентична нашей. Здесь существуют такие же биомы, флора, фауна, похожие существа на нас. Кто-то говорил, Скай... Ну, кто-то писал в комментариях, Скай. Ты в своих видосах говоришь, что... Вселенная, космос бесконечные, и жизнь есть, кроме нашей. Да нет, ее нету. Но, ребята... В одной только галактике Млечный Путь, столько планет и звезд, что... Мама, не горюй. И представьте, что... На каждой... Сотой... Экзопланете, возможно, есть жизнь. Ведь телескопы видят движение планет. Они с помощью рентгеновских лучей... Как-то определяют... Температуру... Звезды... Температуру планеты. Но... Ты же не был на этой планете. Ты же не ступал на ее поверхность. И... Откуда вы можете знать, что... Мы единственный организм во Вселенной. Даже начать с нашей галактики Млечный Путь. Так, ну что же, ладно. Разглагольствовать можно вечно. Планета Хаурун. Умеренная морская террая с жизнью, а жизнь органическая, многоклеточная, морская, наземная. Температура 0 градусов. Атмосферное давление чуть повышено, чем на Земле. Состав вода, кислород, азот. Все, что, в принципе, нужно для жизни. Так, и мне хочется с этой планеты, с поверхности, посмотреть на черную дыру Анубис. Каково оно это? Здесь должны открываться наишикарнейшие виды. Давайте где-нибудь вот в этом районе где-нибудь осядем. Чуть пониже. Ого, как высоко мы забрались. Мне кажется, это самая высокая гора в этой звездной системе. Черная дыра. Так, давайте немножко промотаем время и посмотрим на передвижение по небосводу. Достаточно, конечно, далеко, можно сказать, расстояние 0.11 световых лет. Так, стой. А ну, на ночном небе примерно это выглядело бы вот так. Смотрите, какие отблески. И, кстати, видно отсюда нашу галактику Млечный Путь и галактика М110 во всей своей красоте светящейся. Немножко ускорим время. Отсюда бы открылись невероятно красивые виды. С левой стороны у нас галактика Млечный Путь и М110. Посередине мы видим яркий свет от Анубиса. А справа нам открывается наишикарнейший вид от галактики Андромеда. Определённые какие-то свои созвездия. Похоже на рыбы. Так-с, ну что же, хорошо. Давайте мы сейчас с этой планеты взлетим. Так, и я видел, что здесь... Так, планета Хаурун. А также у неё есть Луна, то есть её спутник под названием Хэсет. Умеренная морская субтера жизнью. Органическая многоклеточная морская жизнь. То есть, у планеты есть спутник, на которой также есть жизнь. Вы представляете? Это невероятно. Вода, кислород. Ну вот, кстати говоря, по температуре на спутнике Хаурана... Так, давайте-ка сейчас мы поставим в режим реального времени скорость. На спутнике Хаурана... Всё-таки температура получше, чем... Да, чем на самой планете. Там достаточно прохладно, но вода остаётся так же в жидком виде. Разрозненные материки. Ого, северное сияние. Я хочу посмотреть на всю эту красоту прямо с поверхности планеты. Я хочу увидеть... Планету Хауран. И хочу увидеть чёрную дыру Анубис. Но я её не вижу. Так, Анубис. А, вот она. На дневном небе она видна. Подождите. Хауран. Посмотрите, насколько кажется близкой эта планета. К Луне. Это невероятно классно. Этот спутник, я так понимаю, сравним с нашей Луной абсолютно. Ох, ох, ох. Подожди, подожди. Но это был шикарнейший вид. Я хочу ещё раз это увидеть. Только чуть-чуть на замедленной съёмке. Подожди. Северное сияние на фоне Хаурана. Вот так. Чуть-чуть быстрее. Немножко. Посмотрите, какая красота. Это невероятно просто. Кстати, а что у нас по планете Хауран? Именно что мне нужно, это узнать солнечные сутки. 17 с половиной часов идёт день на данной планете. А вот это, кстати, я не учёл. Это тройная звёздная система, господа. Планета, которая состоит из звезды Ра, Сутех и Серкет. Посмотрите. Господи, сколько здесь планет. Это, наверное, чтобы рассмотреть каждую из них, это понадобится не один час. Планета Шэнзу. Холодная пустынная Терра. Но, по-видимому, на ней нету никаких признаков жизни. Планета Шэнтаид. Криогенная пустынная аквария. Планета Таттенен. И криогенный супер Юпитер Тод. Да, не увидел я эту звезду Серкет, к сожалению. Ну, если ты досмотрел до этого момента, то ты прям молодец, молодец. Ого. А вот здесь сейчас будут шикарнейшие виды. Криогенная озерная Терра. Планета Мин. Так. У нас есть вода на планете. Минус 200 градусов по Цельсию. Скорее всего, да. Ну, естественно, вода здесь полностью в замерзшем виде. Я даже сейчас вот это все закрою. И посмотрите, как классно смотрится черное. Да, невероятно. Давайте немножко ускорим время. Но эффекта нужного мы не добьемся. Потому что планета повернута одной стороной к своей звезде. Так, хорошо. Что у нас еще здесь есть по этой системе? Подожди. Образор звезд. Планета Нейт. Теплый суп Нептун. Планета Керпи. Прохладная океаническая аквария. Атмосферное давление, конечно, катастрофическое. 270 атмосфер. Господи. Какой он красивый. Этот спутник просто шикарный. По-моему, стойте. А знаете что? Это планета Океан. Да, это планета Океан. Мне кажется, вода там просто бурлит, кипит. Я не знаю. А вот это что-то тоже интересное. Планета Хорус и планета Хейтер. Или Хаттер. Наверное, скорее всего, Хаттер. Посмотрите, как друг другу близко расположены два газовых гиганта. И у них даже имеется их спутник. Луна Хекет. Планета Хекет. Это, как понимать, тройная планетарная система. Ну, я бы, конечно, вот эту планету отнес бы к спутникам. Этих двух газовых гигантов. Невероятно. Насколько шикарный, блин, просто шикарный мод и шикарная система. А теперь на секундочку представим, что это не мод, а все, что ты видишь сейчас. Это все существует в реальной жизни. Просто до этого очень далеко-далеко добираться. И, к сожалению, скорее всего, мы этого с вами точно, наверное, не увидим никогда. Но я надеюсь, что человечество шагнет, сделает большой шаг и увидит все то, что мы видим с вами в наших выпусках. Это невероятно. Так, я хотел еще посмотреть... Так, у нас, значит, звезда Ра, она самая ближняя. С какой планеты нам посмотреть на виды на черную дыру? Планета Апидемак. Расстояние два световых года, по-моему, только что я видел, да? Нет, нуль... Ага, хорошо, я понял. А, нет, звезда Саркет, по-моему, самая ближняя. Планета Мин. Та самая, которая стоит у нас на заставке, на превью данного видео. Ох, невероятно. Стоп, я на поверхности. И вот такой шикарнейший вид открывается на черную дыру. А теперь представим, что если бы на планете была бы жизнь, была бы растительность, добавьте сюда деревья, какие-то строения, это бы выглядело бы вообще просто бомба. Давайте сейчас так и сделаем. Ну, а теперь взгляни на это по-новому. Скажи, что это фантастично. На фоне растительности это выглядит безумно. Представь теперь, что ты во Вселенной не один. И какие-то инопланетные организмы, стоя на поверхности данной планеты, наблюдают за черной дырой. Ну что же, если тебе понравился данный выпуск, ставь пальчик вверх, подписывайся на канал, подписывайся на моды в стиме, в мастерской, на создателя монтаж. И помни, что космос и Вселенная бесконечны, и наши путешествия только начинаются. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok